с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 22 апреля международный день матери земли проводится как международное мероприятие с 1990 года с целью объединения людей планеты в деле защиты окружающей среды это день нашего общего уютного дома день матери земли как и день земли проводимый в день весеннего равноденствия дает возможность каждому жителю во всех населенных уголках планеты выразить благодарность этому нашему большому общему дому сегодня также международный день секретаря за один рабочий день он проделывает массу работы которая почти незаметно но перестав ее выполнять тут же возникают вопросы и проблемы в америке еще с 1952 года начали отмечать данное торжество чтобы оценить по достоинству труд всех секретарей у нас его отмечают по инициативе секретарей городов и журнала секретарь за историю существования праздник не раз переименовывали в неделю секретарских работников а также в неделю административных работников последнее название является более актуальным оно и прижилось современном обществе к административным приравнивают помощников руководителей офис-менеджеров администраторов кадровиков и делопроизводителей так что вас тоже всех с праздником родившихся в этот день в 1724 году родился иммануил кант немецкий философ который когда-то провозгласил дайте мне материю и я построю из нее мир 1870 год день рождения владимира ильича ульянова ленина вождя мирового пролетариата ленин по остается одним из наиболее популярных героев российской истории не только среди левых сегодня историки опираясь на архивы и публикации ставшие доступными в последние годы могут дополнить и буквально переосмыслить историю вождя октябрьской революции или октябрьского переворота и все же фигура ленина даже по прошествии стольких лет с его смерти остается в центре политической борьбы и кстати в центре страны в москве в мавзолее 1907 год день рождения ивана антоновича ефремова палеонтолога и писателя фантаста в поисках останков доисторических животных он путешествовал по якутии восточной сибири монголии дальнему востоку основоположник новой советской фантастики автор романов туманной синдромеды лезвия бритвы час быка а в 1909 году родился вадим кожевников еще один известный советский писатель участник великой отечественной войны автор романов заре навстречу щит и меч знакомьтесь балуев в 1937 году родился американский киноактер джек николсон к тому же он еще сценарист режиссер и продюсер обладатель трех премий оскар николсон считается одним из величайших актеров в истории кино был номинирован на премию оскар рекордный 12 раз но стал победителем как я уже сказал лишь трижды на публике появляется исключительно в темных очках когда кто-то спросил у него про это то никсон заметил вы наверное здесь новенький не так ли актер объясняет свою любовь к очкам так в темных очках я джек николсон а без них я жирный и 70-летний события дня 1814 год в петербурге крупнейший в истории города салют который проходит по случаю заключения мира с францией для того времени фантастическая цифра прогремит триста двадцать четыре залпа 1915 год в районе бельгийского города и пор германский генерал фалькенхайн отдает приказ о газовой атаке на фронте протяженностью в 6 километров немцы в течение пяти минут выпускают из 6000 баллонов 180 тонн хлора из 15 тысяч отравленных умрет треть через два года в этом же районе германской армия применит уже горчичный газ который и получит название по месту боев и прид 1918 год декретом цик советской россии закреплен и организационно оформлен всеобуч всеобщее военное обучение граждан отголосками этой программы до недавнего времени в ссср были военизированная пионерская игра зорница военные кафедры при гражданских институтах учение по гражданской обороне 1968 год сср великобритании сша подписывают соглашение о спасении космонавтов возвращение космонавтов возвращение объектов запущенных космическое пространство 1972 год англичане джон фэрфакс и сильвия кук достигают берега австралии становятся первой пары которая пересекла тихий океан на грибной лодке 361 день назад они стартовали сан-франциско в последний раз их видели в восемь недель назад и все боялись что они пропали во время двух циклонов бушевавших в эти дни писали тогда газеты джон в 1969 году уже преодолевал в одиночку на веслах атлантический океан 1994 год майкл мурер победил эвандера холифилда и завоевал звание чемпиона мира по боксу в тяжелом весе став первым левшой добившимся подобного успеха в 1994 индус рачкумар чакраборти установил мировой рекорд просидев без движения и без поддержки как вы думаете сколько 11 часов 5 минут попробуйте но еще одно событие россия 1832 год николай 1 вводит сословия почетных граждан к привилегированной касте отнесли всех окончивших высшеучебное заведение таковых россии оказалось около 21 тысячи почетные граждане освобождались от рекрустской повинности телесных наказаний и подушной подати получали право участвовать в городском самоуправлении из чего можно сделать вывод быть образованным в том 19 веке было не только почетно но и экономически выгодно а сегодня почетным очень часто называют то что таковым увы не является с вами был николай пивненко в проекте дата